В этом видео мы рассмотрим добавление декалей в режиме Планар Прожекшн с помощью слоя заливки. Я снова в наборе Текстур Боди. И я собираюсь создать слой заливки. Я хочу убедиться, что я размещу его под дёрд. Поэтому здесь у меня выбран Hard Surface слой. Я нажму кнопку Add Fill Layer. А затем я дважды щелкну здесь и переименую, я назову его Decals. И нажму Enter. Так что теперь, поскольку я использую слой заливки, у меня уже есть здесь базовый материал. И он годится для того, что я хочу сделать. Однако, для следующего шага мне нужна маска, поэтому я перейду сюда и выберу вариант Add Black Mask, чтобы добавить чёрную маску. Мы замаскировали этот слой заливки, который мы только что создали. С выбранной маской. Я перейду к Add Effect. И добавлю Add Fill к этой маске. Теперь, в свойствах я могу добавить текстуру, чтобы сгенерировать эту маску. Перейду к Alphas. И я буду искать Font. У нас есть несколько альфа-шрифтов, которые можно использовать. Тот, с которым я собираюсь работать, называется Font Orbitron. Сделаю левый клик и перетащу это сюда на вход в Grayscale. Далее изменю режим Projection на Planar Projection. В 3D-виде у нас есть бокс, охватывающий нашу модель, который представляет объём проекции. Для проецирования этого слоя заливки здесь в 3D-пространстве. В верхней части панели инструментов, если вы не видите объём, есть возможность показать или скрыть манипуляторы, вы можете включить это. И здесь у вас есть возможность управлять размером манипулятора. Также есть Move, Rotate и Scale, и сочетание клавиш для них W, перемещение, E Rotate, R Scale. Если я нажму клавишу W для перемещения, вы увидите, что я действительно могу перемещать эту проекцию в 3D-пространстве. Я перейду к панели инструментов и активирую Surface Tool. Теперь, если я сделаю левый клик и потяну, вы увидите, что квадратный виджет привязан к поверхности 3D-модели. Что действительно круто в этом, так это то, что он автоматически выравнивает проекцию. Так что теперь я могу перемещать эту проекцию по поверхности 3D-модели. Я собираюсь нажать клавишу R, чтобы перейти к инструменту масштабирования. И я начну уменьшать это. Теперь вы увидите, что по мере того, как я масштабирую, мы получаем повторение здесь. Я определённо не хочу повторений. В Properties, в UV и в RAP вы можете видеть, что по умолчанию он настроен на повторение. Я собираюсь отключить это значение. Это отключит повторение. И теперь я нажму клавишу E, чтобы повернуть, и поверну эту текстовую декаль на место. И снова используя инструменты манипулирования, расположу это там, где я хочу, я вношу некоторые изменения при помощи Scale, Rotation и Position. Ну вот и всё. Вы можете видеть, что мы разместили эту декаль. Здесь, на поверхности 3D-модели. Теперь, с выбранным слоем заливки, перейдём к свойствам. На самом деле это процедурная текстура. Поэтому я могу войти и изменить имя. Вы можете дать своему роботу любое имя, которое вам нравится. У меня есть это. Выдуманное имя, которое я уже использую. И для Type я установлю здесь болт. И конечно, если захочу, я могу поиграть с размером шрифта и так далее. На этом этапе давайте перейдём и выключим манипулятор, вы видите, что у нас есть хорошая декаль, которую легко разместить с помощью режима Planar Projection здесь, на нашем слое заливки. Теперь я бы хотел добавить номерной индикатор. Я мог создать новый слой заливки, но одна из вещей, которую мы можем сделать, это копировать и вставлять контент. В нашей маске слоя. Сделаю правый клик. И чтобы сэкономить время, скопирую эффект. Я могу снова щёлкнуть правой кнопкой мыши и использовать Paste, чтобы вставить. Теперь у меня есть ещё один слой. Давайте перейдём к тексту, и на этот раз я наберу цифру 5, а затем я включу манипулятор, давайте продолжим и отрегулируем вращение и масштаб. Итак, я собираюсь увеличить это довольно сильно. Я могу сделать неравномерное масштабирование здесь по оси Х. Я нажму W для перемещения и начну позиционировать номер в это место. Теперь одна вещь, которую вы, вероятно, сразу заметили, это то, что этот слой теперь перекрывает тот, который мы создали под ним. Нет проблем, потому что с этими слоями заливки у нас также есть доступ к режимам наложения. Поэтому чтобы объединить эти два слоя вместе, я переключу режим наложения для верхнего слоя заливки в режим Lighten Max. И теперь я вижу эффект обоих слоёв заливки. Позвольте мне переставить эту цифру 5, я мог бы немного уменьшить её. Возможно масштабировать по оси Y. Ну вот и всё, теперь у меня есть набор декалей. Есть ещё одна вещь в режиме Planar Projection, на которую я хочу обратить внимание. У нас есть эта область влияния, которая контролирует, как эта наклейка проецируется в 3D пространстве. Если я перейду к спине, вы увидите, вау, номер 5 на самом деле проецируется через сетку здесь, на обратной стороне. И это потому что манипулятор для Planar Projection охватывает весь объект. Я нажму клавишу W, чтобы включить Move. И вы можете видеть, что по мере того, как я перемещаю эту область воздействия по оси Z, проекционный бокс больше не захватывает Mesh. Он начинает исчезать. Итак, этот бокс контролирует область проекции для нашей декали. Вместо того, чтобы перемещать этот бокс, я могу перейти сюда к этой опции Kalen и просто включить её. здесь вы можете видеть, что у нас есть Angle и Hardness. И включив это значение Koling, он автоматически убирает эту декаль с обратной стороны. Это даёт нам точный эффект, к которому мы стремились. Я перейду к манипулятору и выключу его здесь. И теперь у нас есть декали. Я хочу сделать ещё больше. Я могу перейти сюда к маске и добавить ещё один слой заливки. На этот раз я нажму кнопку Grayscale. В этом случае я просто воспользуюсь Mini Shelf и поищу здесь Grunge. И у меня есть несколько этих гранжевых карт. Давайте посмотрим, что мы можем взять, может быть что-то вроде этого Grunge Dirt Heavy. Поставим здесь эту карту. Сделаю это в Triplanar Projection. Давайте посмотрим на некоторые элементы управления. У нас есть Balance и Contrast. А здесь для режима наложения я установлю Subtract, для вычитания. И теперь я могу отрегулировать общий баланс, чтобы вернуть декаль. Я использую этот контроль баланса для настройки эффекта износа, который я только что создал. Как я уже сказал, это просто ещё один способ добавить дополнительный уровень детализации. Мы также можем использовать декали, которые поставляются в Substance Source. Я перетащу Substance Launcher, и вы можете увидеть, что я в категории декалей. У нас есть Leaks и Stains, и у нас есть все виды этих декалей, с которыми мы можем работать здесь. Я могу просто просмотреть и найти что-нибудь. У меня есть этот большой градиент в стиле Grunge. И так как у меня Substance Painter уже открыт, я могу просто подойти и щелкнуть по этой ссылке Send to Substance Painter. Он загрузит исходный файл Substance, а затем отправит его прямо сюда, в Shelf. Я уже сделал это. Если я перейду в Painter и сделаю быстрый поиск здесь в Shelf, я смогу увидеть этот. Large Grunge Gradient Dirt, с которым я хочу работать. Я могу довольно быстро применить это как декаль, удерживая клавишу Alt, зажав левую кнопку мыши и перетащить прямо сюда на модель. И вы можете увидеть, что это делает. Он применяет этот материал в качестве слоя заливки. И слой заливки будет автоматически настроен на Planar Projection. Теперь я могу использовать Surface Tool, который включен здесь, в верхней части панели инструментов. И я могу быстро переместить это по поверхности меша. А затем использовать инструменты поворота и масштабирования, чтобы выровнять эту декаль. Я хочу немного увеличить эту декаль, давайте я перемещу ее сюда. А затем масштабирую по оси Y. Получаю что-то вроде этого. И снова я подниму ее. Хорошо. Следующее, что я собираюсь сделать, это убедиться, что бокс проекции будет охватывать все 3D ассеты. Я просто перенесу его сюда, в середину. Немного масштабирую по оси Z. Я знаю, что опция коллинг включена, поэтому я отключу ее. А затем я отключу манипулятор, чтобы мы могли видеть, что мы делаем. Мы быстро добавили эту грязь, и если мы посмотрим на заднюю сторону, мы увидим, что мы начинаем получать вид этой грязи здесь внизу, потому что я отключил опцию коллинг. Мы снова вернемся назад, давайте посмотрим на переднюю часть робота. Если мы перейдем к нашему материалу, а это действительно материал, поступивший из Substance Source, у меня есть здесь элементы управления, я могу поиграть с некоторыми из этих значений, чтобы подобрать здесь какой-то вариант. И я думаю, что мне подойдет что-то вроде этого. С выбранным слоем я всегда могу вернуться к манипулятору, а затем перемещать это здесь по мешу, так как я хочу. Я думаю, что сейчас я остановлюсь на чем-то вроде этого. Это был быстрый способ, которым я добавил некоторые декали, которые есть в Substance Source. Прямо сюда, в Painter. Итак, это завершает это видео. Мы полностью затекстурировали нашего робота, а в следующем видео мы посмотрим на то, как мы можем экспортировать наши текстуры. в описании. Мелые берутwinки.